Который точно так же заинтересовался прекрасным запахом, который исходил из стулки Берсикового мальчика. По залу также дали одну лепешку, и он отправился дальше вместе с ними. Несколько месяцев бесстрашные друзья шли через всю Японию. Они прошли через много трудностей, и вот, наконец, они вышли на побережье моря. На горизонте виднелся этот страшный демонический остров Кони. Они нашли какую-то лодку на берегу, сели в нее и поплыли навстречу приключениям. Они высадились на берегу этого острова. На острове стояло огромное чугунное строение. Это был страшный замок. Вокруг которого были рвы и страшные зубчатые стены. Друзья увидели у входа двух демонов, которые охраняли вход в замок. Они подошли к ним и убили этих демонов. Но некоторые демоны поняли то, что на них нападают. И они заперли огромные двери замка изнутри. Так, что в них невозможно было попасть. Но ловкая обезьяна пролезла сверху, открыла двери изнутри. Друзья ворвались внутрь этого замка. Убили всех, абсолютно всех демонов. Забрали из их кладовых прекрасные драгоценности, которые, как поговаривали старики, на протяжении тысячелетий эти демонюги отбирали у достопочтенного народа Японии. Друзья погрузили в лобку золота и драгоценностей и отправились обратно в свой город. Там их встретили как героев. Они отдали в козу государству все эти ценности. И слава о Персиковом мальчике пошла по всей Японии. На этом заканчивается первая часть этой истории. А теперь, внимание, Персиковый мальчик, часть вторая. Персиковый мальчик стал очень успешным японским мужчиной средних лет. Он уже давно был на службе у императора. Он жил в столице. Его родители также стали очень богатыми, потому что их сын имел власть, деньги. Естественно, он помогал своим родителям. Но случилось так, что эти богатства испортили его родителей, старика со старухой. Они стали очень жадными, мелочными. И вот однажды, мы снова переносимся в эту деревню, где жили старик со старухой. На месте этой лачуки был уже прекрасный дом. И однажды старик вышел прогуляться в сад. Он проходил мимо сливового дерева и увидел, что на дереве висит огромная-огромная слива. Она была такая огромная, примерно как персик в начале сказки. Он сорвал эту сливу, докатил ее до дома. И там они со старухой решили ее разрезать. Но как только они занесли нож над этой огромной сливой, она с треском раскололась на две части. И из нее выскочил правильный, прекрасный младенец. Этого младенца старик со старухой назвали сливовый мальчик. И поскольку у них уже в сознании присутствовала такая модель, что если из огромного фрукта к ним вылез младенец, то обязательно он поможет им стать еще богаче. Потому что все типа будет складываться так же, как до этого. И с таким ум и настроением они начали воспитывать сливового мальчика точно так же, как персик вон. Нашли годы, прошло...